В Рязани здания в стиле модерна очень мало и по мнению историков, конечно, такие объекты необходимо восстанавливать. Водонапорная башня на улице Горького принадлежала уездной больнице, которая была построена здесь в начале 20 века. По тем временам это было передовое лечебное заведение. Состояло из нескольких корпусов. Собственно, главный корпус и корпуса, где жили сотрудники больницы, другие корпуса хозяйственные, и в том числе и водонапорная башня, которая находится совсем рядом с нами, которая была частью бани. Оно, к сожалению, уже в советское время, большинство корпусов было снесено, и вот у нас сейчас осталось только здание главного корпуса и вот эта самая водонапорная башня. Башня и комплекс зданий, который принадлежал уездной больнице, связан с именем выдающегося человека Александра Густавовича Смиттона. Это был хирург, который здесь проводил очень сложные операции, по тем временам действительно такой передовой был. И при нем земская больница, хотя и была только-только, можно сказать, построена, при нем она стала одной из самых таких действительно передовых. Сейчас на месте главного корпуса уездной больницы находится центр патологии речи детей и подростков. А вот водонапорная башня стоит в водоручающем состоянии. А ведь здание построено в стиле модерна. В Рязани он представлен очень скупо. Не успела, видимо, Рязань принять этот стиль, такой довольно своеобразный. Но вот как раз комплекс этой больницы, в том числе и водонапорная башня, это все единый стиль, стиль модерна. Очень редкий для Рязани. Поэтому я, конечно, считаю, что это нужно сохранять, в первую очередь, как объект исторической культурной ценности. Водонапорная башня, как и многие другие подобные объекты, представляют историческую ценность. В разных городах их здания используют для экскурсии. Открывают в них музеи и не только. Во Владимире есть музей, который находится тоже в водонапорной башне. Совсем недавно, несколько лет назад, в Зарайске, город, который был когда-то частью Рязанской губернии, там водонапорную башню приспособили под смотровую площадку. То есть сейчас можно на нее подняться, посмотреть на город сверху. Это очень интересно. А вот под смотровую площадку можно было бы сделать водонапорную башню Рязано-Московской железной дороги. Жаль, что у нее разваливается крыша. Но, возможно, ситуацию еще можно спасти, если среагировать вовремя. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».